тема кризис женской идентичности я каждый раз думаешь на каждом женском уикенде упоминал про этот кризис там в разных темах в том году у меня было такое общение с незамужними сестрами там что-то тоже я об этом говорил но только упоминал и сейчас у нас будет возможность просто по поговорить об этом больше порассуждать ну давайте в самом начале просто о чем еще идет речь как вы думаете что кризис женской идентичности в чем он выражается женщинам часто не нравится что не женщины ну не всем но а может быть всем я не знаю может быть каждая когда-то испытывал это чувство классно быть мужчиной ну то есть как бы ты можешь делать себе карьеру до самореализовываться часто вообще очень популярна самореализация саморазвитие сама там что-то еще тебе не нужно в там ты получила высшее образование начала работать и потом раз и тебя родились дети и ты должна дома сидеть и потом там пять лет то еще там рождаются дети у тебя нет какой-то надежды что ты быстро вернешься к своей карьере и от и вот а мужчинам классно им у них как бы нет такой типа проблемы в основном или еще такое что мужчины могут быть грубыми и пробивать себе дорогу очень жестко вот классно было бы ну это вроде бы больше работает хочется тоже такой быть не дать себя в обиду не позволить там собой как-то там поступить в общем от отвечать ударом на удар не всегда получается мужья часто физически сильнее или мужчины такая сложная конкурентная борьба и возникает ну такое переживание да вот почему бог так вот сотворил почему вот у меня такой путь почему я должна в браке играть униженную роль ну он такой весь руководит рулит лидер классно ему церковище это подчеркивает до библия я должна то есть была как бы нормальным человеком до до брака самостоятельным управляла свою жизнью принимала саморешение и теперь в браке я становлюсь как бы второсортной незначимой да моя роль такая как бы чуть ли не прислуги до помощница он весь такой великий лидер у меня такая роль еще если муж настаивает на этом да есть некоторые мужья которые об этом помалкивают тут комфортно но есть еще жены которые завоевали роль лидера в семье и мужья там играет второстепенную роль тогда это кризис мужской какой-то тут нужно рассматривать вот но но проблема еще в том что когда женщина берет на себя роль такого лидерства да и кажется вот она должна быть мега счастлива то есть вот мы находим женщин которые они там супер они лидеры в семье они там больше зарабатывают они за словом в карман не лезут они мужа на место поставят может быть даже они работают зарабатывает вот по идее они должны быть самые счастливые женщины ну из такой понятия как моя идентичность моей некой успешности в моем таком властном лидерстве в том что я как бы вещи ставлю на своими на свои места все контролирую зарабатываю карьеру строю казалось это должны быть самые счастливые женщины ну в инстаграме они действительно все самые счастливые есть блогерши за которыми я следую они мега счастливы я с завистью смотрю просто как у них все круто какие они счастливые как они все круто там разбираются во все муж там на фоне тоже хороший фонд создает они там даже правильные вещи про мужа могут рассказать но они такие супер мега успешные все успевают но если чуть глубже то мы заметим что женщина эти не очень счастливы если так серьезно может быть не в пик какого-то там успеха в другой момент они могут все контролировать но у них нет такой вот внутреннего такого хорошего глубокого покоя они в схватке они воюют то есть общечеловеческая борьба за идентичность и мир этот предлагает ее строить через то что ты достиг женщина применительно очень сильно как ты выглядишь соответствуешь ты стандартам красоты или нет и все остальное ну хорошо мы чуть-чуть сориентировались да то есть я еще раз подчеркну есть кризис идентичности любого человека то есть как бы и мужчин и женщин он там со своей окраской например но есть вот именно женские нюансы вот тут вот и они часто в сравнении с мужскими с мужской ролью обычно ну как бы воспринимаются и поэтому по большому счету в мире возникло движение феминизма которая с одной стороны сделала какие-то хорошие вещи ну там например женщина может голосовать она тоже личностью тоже есть мозги как оказалось ну для мира да то есть как бы они тоже могут выбирать но это такая это вообще интересная история не всегда голосовали вообще даже все люди все граждане страны у нас сейчас вот но в общем такой это хорошая часть но феминизм он как бы идет очень сильно дальше и он борется за за все что только ну можно за то есть любой любой какой-то намек я бы так сказал даже на отличие мужчины и женщины воспринимается враждебно не то не толерантно унизительно это давление оно усиливается голливудские фильмы какие-то новости какие-то там разные вещи это давление усиливается то есть как бы женщины они полностью одинаковые с мужчинами вот как бы такая идея то есть если они в чем-то не одинаковые это унизительно неправильно и плохо то есть например они были не одинаковые в голосованиях и мы победили что теперь они могут голосовать я бы сказал это хорошо но там во всем одинаковые это просто глупость то есть мы просто не одинаковые в каких-то вещах просто простой факт я не могу рожать ребенка и ничего не изменишь с этим то есть это будет всегда так вы можете рожать то есть есть различия есть какие-то какие-то особенности ну и в этих и и поэтому каждая женщина она переживает у женщина ребенок то есть вырастает девочки растут вырастает с этой борьбой внутренней как бы почему вот это как-то несправедливо почему там вот это так а это так почему вот всякие разные права разные какие-то возможности или просто какие-то особенности разные но кажется что и они говорят как бы унижая нас и когда мы читаем библию и когда мы видим как бог чему-то призывает женщины не могут это исполнить они не могут послушаться бога и они бунтуют против бога потому что внутренне не решен этот конфликт просто когда бог говорит какие-то вещи то это воспринимается вот тоже такой вот болезненный процесс возникает много именно женских вопросов у мужчин другие возникают там свои проблемы у женщин возникает пока этот кризис не решен очень сложно ну например если пример приведу проповедуем или читаем ефесянам 6 главу роль мужа роль жены или там другие тексты писания и вот мы читаем жена должна быть помощница же должна быть там послушно мужу вообще слово послушание в современном мире уже режет слух я недавно разговаривал с неверующими говорил на что нужно покориться евангелию как-то так мимохода мы говорили говорили такое благовестие я рассказывал они потом что тут вообще такое покориться это как-то что это вот за отношение бога к людям к личности покориться то есть само слово очень сильно ранило человек то есть сильно чувство унижения такое человек пережил я как бы так не совсем ожидал на это слово там есть более сильные слова я их не использовал и в этом смысле есть вот есть такая реакция да почему я должна быть помощница помощники это ну кто это как бы есть типа крутые лидера есть те которые им помогают но неудачники по жизни которые не знают они только помогать и умеют да как то так есть лидер есть последователь жена должна слушаться значит она как бы второстепенно и проповедуя эти или читая эти тексты женщины сталкиваются с тем что им сложно это принять одна из причин нерешенный кризис что она испытывает в этот момент ну вот сложности разные кто-то унижение кто-то чувство незащищенности плюс вы могли вырасти в семье где папа был очень жесткий например и грубый с мамой и уже есть в душе большой страх вот что там а тебе ноги будут вытирать с тобой не будут считаться и этот страх может быть настолько сильным что даже муж к тебе может относиться ну вообще радикально по-другому как твой папа относился к маме но все равно при малейшем каком-то вот нюансе уже возникает внутреннее напряжение напряг очень сложно сыграть вторую роль очень сложно поставить интересы другого человека впереди своих очень сложно это практиковать потому что этот кризис не решен он он продал это как рана которая есть вот мы ее коснулись каким-то текстом библии святым божьим текстом или какой-то практической ситуацией и ты реагируешь в ней не просто в реалиях вот на ситуацию а реагируешь исходя из того что в сердце есть эта боль если эта проблема если они защищенность если этот страх есть обида на того кто там в детстве с тобой как-то поступал или вообще умер и если где-то в жизни мужчина очень плохо поступил от простых ситуаций до очень сложных это это делает часто с мужчинами тоже это происходит делает тебя очень жестким то есть ты как бы очень быстро реагируешь очень готов как бы защищаться нападать и так далее это первый вопрос такой суть кризиса я душу важно это осознать кто не осознавал и он вдруг начнет замечать своей душе что есть вот этот вот момент это уже будет ну просто огромное достижение вот этого вечера или всего у кенда нужно потом исцелиться от этого но это очень важно многие не осознают это они это я просто среагировала потому что он вот так сказал причем здесь я аж адекватная нормальная и то есть все слова прикрывают реальную как бы проблему внутреннюю вот этого кризиса этого переживания второй вопрос как кризис этот вообще возник в мире бытие книга бытие в самом начале не будем читать я расскажу все знают эти тексты бог сотворил мужчину дал ему задание дал ему миссию потом сотворил женщину написано подобную ему то есть она значимая такая же как адам было у нее была другая роль он сказал творим ему помощниц она вошла в его миссию это не унизительная роль сам бог называет себя помощником и в этом он не унижен а великий и славный это роль унизительная просто в греховном мире часто считать он сотворил так женщину и у них были разные роли он во первых сотворил их по-разному они физически разные и внутренние тоже есть разница какого-то мышления каких-то сильных слабых сторон и мне нравится всегда на женский уикенд приезжать здесь уютно на мужском неуютно всегда то есть мужчины стараются они какой-то там они что-то делают реально то есть там стоит стол там коробка с печеньем да видите вам смешно мужчины не замечают что эта коробка с печеньем типа это удобно все так все очень удобно функционально в начале это расставлено ровно но буквально через уже там несколько часов это уже неровно что-то разлито и никто не будет там сильно за это переживать то есть и и это не потому что есть такая установка делаем вот так мы такие брутальные везде мусор не типа все очень стараются и вы и вы и вам тоже не было установки так а ну-ка перестаньте позорить там не знаю семью церковь кого угодно сделайте наконец-то красиво не это очень естественно происходит это отражение в душе бог так сотворил бог сотворил женщину с невероятной силой женственности в том как она создает теплоту красоту гармонию смягчает сближает вот сближает отношения сближает сердца женщины в этом очень сильно успешны даже после грехопадения это их сильная сторона это абсолютно очевидно чем раньше заметишь тем лучше потому я радуюсь сюда приезжать с точки зрения вот уюта комфорта здесь здесь улыбок всегда больше отзывчивости больше вы не сидите такие не смотрите а на мужских уикендах это нормально делал он просто думает он как злой злой слушатель не он просто сосредоточенно думает что ты такой ранимый просто а мы да что-то нам что-то нам рассказываешь да ну когда их много это страшнее понимаешь когда они все собираются вместе это очень трудно но это реальность сестры это реальность это это так есть но мужчины в чем-то другом сильнее то есть бог сотворил адам и еву разными у них есть разные сильные стороны и успешны в своих сильных сторонах они могут быть удивительно а в своих слабых сторонах они не настолько но успешны то есть это это нормально то есть мужчина там не знаю дров нарубит за за один час времени больше чем же женщина ну среднестатистические таки а ну среднестатистические я я поэтому добавил да не но смысле он захочет если он захочет рубить дрова и встанет с дивана вот ты про это я надеюсь то есть в этом есть разница как какие-то может быть даже кризис этой ситуации по-разному ну мозг работает иногда мы едем вот мы ехали машины моя жена и дочке что там мы говорили на очень невероятную тему такую такую очень глубокую просто я думаю все шевелиться нельзя чтобы чтобы не спугнуть и жена о смотрите там и показывает видео с семинара онлайн смотрите типа открыт ну вообще тут такой момент что ты все нормально на женское общение я действительно им нормально то есть я просто в это верю я просто я это не понимаю я просто это верю это нормально так можно делать это не задевает не унижает это не говорит мне наплевать что ты сейчас говоришь или говорила мне это неинтересно вот я отвлекся вот среди мужчин это вот приблизительно так будет Тебе уже скучно говорить на эту тему? Будут реакции. Бог сотворил так Адама и Еву, и потом, когда происходит грехопадение, грех вносит проблему в человечество. Поэтому, например, когда прозвучало, что разная оплата труда, я бы сказал так, что это несправедливость, которая есть в мире из-за грехопадения. То есть мы можем, конечно, сказать, но это не всегда так, какие-то нюансы. Это тоже какие-то нюансы имеют право на жизнь, но глобально это может быть, и это есть. После грехопадения произошли определенные вещи. Мужчина, с одной стороны, призван быть лидером, но грехопадение внесло то, что он боится быть лидером. И многие мужчины не берут ответственности. Они боятся под луч прожектора стать и что-то сделать, быть оцененными и быть опозоренными. Они боятся быть опозоренными. То есть они призваны быть лидерами, они хотят быть лидерами, и при этом у них очень большое противодействие. Страх быть опозоренным. Это сильная такая борьба у них тоже. У женщины она, с одной стороны, она хочет создавать такой мягкий, комфортный мир любви, я бы сказал, но при этом, и она сотворена, способна это делать, то есть более чувствительная, более мягкая, замечающая маленькие детали, способная какие-то вот такую вносить мелкими вещами какие-то моменты. Но при этом есть страх незащищенности. Адам сразу же предал Еву, Бог с ним разговаривает, он говорит, это Ева, которую ты мне дал, она мне не дала, я ее ел. Вот сразу же, он ее сразу предает. И женщине сложно быть мягкой, сложно быть такой теплой, потому что это незащищенная ситуация, и такие проблемы есть. И вот это противоречие. Мужчины призваны быть лидерами, но боятся. Женщины призваны как цветок расцветать, букет целый, как сад цветет, вот этой любви, нежности, доброты, заботливости, сердечного разговора, поддержки и так далее, но когда ты такая, ты как бы незащищенная, надо быть пожестче. Ну что ты такая вся такая наивно-нежная. То есть надо быть пожестче, и страх быть раненым, страх получить укол, вот не дает возможности расцвести в своей сильной стороне, как мужчине, так и женщине. Это то, как это произошло, это заложено в природу грехопадения. Поэтому эта борьба, она будет до последнего вздоха. Это будет. Нужно побеждать. Нужно осознать эту проблему, и нужно понять, как побеждать. Как преодолевать эту тенденцию внутреннюю. Мужчинам там страх и все остальное, и тоже страх опозориться рождает грубость определенную, они пользуются своими какими-то возможностями грубить и жесткими быть. И как преодолеть женщине свои переживания, свои страхи и так далее. Третий вопрос. Хочу вас спросить. Как вы думаете, как решить этот кризис? Что помогает решать его? Что помогает, когда ты где-то, ну, например, на работе тебе вот так платят, а ему так? Или даже не тебе, а просто вот этот факт просто. Женщина работает на той же позиции, мужчина, ей платят меньше, чем ему. Просто как, ну, чтобы не возненавидеть мужчин, сказать, они просто все гады, и вот и все. Или как бога любить, сейчас, да. Как бога любить, когда почему такая несправедливость? То есть как это решать? Да. Все принять и смириться. Потому что, если честно, вот вы говорите, ну, до этого вы говорили, что женщины хотят быть мужчинами. Может, есть какой-то процент, но поверьте, то, что я женщина, я горжусь этим, потому что женщины… Вы всегда гордились тем, что вы женщина? Никогда у вас не было, ну, некого вот напряжения по этому поводу? Что вот как бы… Может, и было, но я этого не помню. Я не буду… Да, прекрасно. И, честно говоря, я довольна то, что я вырастила двух детей. Я довольна, что они у меня такие, что я внесла какую-то долю, капли какого-то в их воспитание. И… Да, может быть… Вы это цените больше, чем сколько вы денег заработали или какая у вас карьера, да? Да. Потому что деньги – это… Я не говорю, что деньги – это плохо и это зло. Нет, это свобода человека, у него больше возможностей, это само собой. Я в другом. Что мы должны как бы благодарить то, что мы имеем. И если вы говорите, ну, Господь Бог сказал, что женщина должна помочь мужчине. Это хорошо. Вообще, это просто идеально. Сестры, вы поняли, да, кому нужно притулытость. Просто сказать, как вы так можете радоваться этому. Ну, да, спасибо большое. Можно повторить. Ну, как решать этот кризис? Как решать это переживание внутри, которое возникает? Ну, кстати, я не знаю, вы заметили или нет. Вот сестра, она счастлива быть женщиной, она счастлива быть мамой. Звучит так, что она успешна. Она вложилась в детей, вложила, и она видит это как большую драгоценность. Просто интересный факт. Если она искренно говорила, не сыграла роль, но я думаю, искренно, конечно, то просто здесь возникает серьезный вопрос, да? Типа, а как это так? А почему вы так цените? У меня такий специфичный життєвый досвід. Я два роки прожила в оточенні великой кількости мужних чоловеков, которые работали жорстку чоловечу работу. И я подумала, что я никогда не радила так внутренне, что я женщина, как у этих два роки. Когда ты дивишься на человека, как на створение иншее, которое Бог створил иначе, и умеешь ценоваться в ньому, радиться цьому, захопливаться тим, то ты себя больше чувствуешь женщиной и радишься, что ты женщина, ніж тогда, когда ты осуджаешь это в ньому. Еще сейчас момент. Ниже тогда, когда ты осуджаешь это в ньому. Что это? Те, что он иначе. Те, что он займае лидерские позиції. Те, что он претендует на какую-то роль головную. Можно это осуджать, можно это принижать. А можно этому радиться и этим захопливаться. И чем больше ты захопливаешься этим в человека, тем больше ты почуваешь себя женщиной и радишься, что ты женщина. И перестаешь конкурувать. Перестаешь конкурувать. Это такая важная вещь. Когда конкуруешь, то можно, он там сильнейший, но я розумнейший. Он там такой, а я тут лучше что-то сделала. И так далее. Есть своя конкуренция, которая не даёт спокой. Ну, такой парадокс. Я никогда больше не чувствовала в своем житии себя женщиной, чем когда была в войсковом форме. Еще? Я та сестра, яка недовольна. Я бы хотела быть человеком. Мы все такие сестри, можно сказать. Но кто-то забыл про это. Ну, в принципе, я себя ловлю на том, что я захоплюсь человеками тем, что Бог им дав и какими он их создавал. Но я себя запитывала, возможно, я заздрю. Ну, не заздрю, пока что еще захоплююсь. Про смирение, про работу. Мне очень образливо, что человек платят больше, они могут больше достигнуть. Чем я гирша. И мне вот это, мне это обидно. И что я собью говорю? Мне это неприятно. Я понимаю, что надо смиряться в этот библейский принцип. Та я смиряюсь, борется в мене. Не хочу смиряться, но себе проповедую, смиряйся. И мой основный фундамент на чему смирение, что это расплата за грех. Когда он стався в Эдеме, это наша расплата за грех, что я не маю, по суті, права в цьому свете. Я никогда не займу место человека. Например, меня очень до пасторства тяну. Я понимаю, что из меня все смеются, пастор Вероника. Я понимаю, что никто мне не даст в церкви проповедовать. Но я туда и не иду, все нормально. Пастор Вероника, меня так не называют. Коля сейчас выйдет и расскажет. Наташа, я представила. Я тебе також заздрю. Ось, ось. Мене называют, так. Но на пасторске меня не пустили. Тому таке. Я понимаю, что это расплата. Я себе постоянно напоминаю. Ты не хочешь смиряться, тебе неприятно. Это расплата за то, что мы когда-то грехили. И поэтому тут смиряйся. И Бог все контролирует. И если нужно, дать тебе много человека, если нужно. Если нет, то, снова таки, это тоже неубийценно. Я тут момент хочу добавить один. Мне кажется, тут маленькая ошибка есть. Хороший очень ответ, но маленький момент такой. Мне кажется, что здесь как бы есть такая идея, что если ты лидер, то это априори лучше ситуация. Но так как мы согрешили, нужно смириться, мы не получим этого. Я думаю, что это не совсем правильно так верить, что быть лидером — это лучше, это правильно. Но это все равно, кто стоит впереди, на него смотрит, он лучше, чем те, которые сидят и не говорят впереди. Вот тут есть четко весь уикенд делится на тех, кто постоит впереди, и кто впереди не постоит. Те, которые постоят впереди, они все лучше, те, которые не постоят, они все хуже. Но это не так, это неправда. Это тоже такой немножко миром навязанный стереотип, что ценен тот, кто успешен, а успешен тот, кто больше. У него больше лайков, больше фолловеров, больше денег, больше машина, больше красоты, больше всего там чего-то больше. Вот они значимые. То есть моя идентичность, кто я, зависит от того, насколько у меня всего этого много. И мы все, так сказать, боремся за это. Ну, каждый уже в чем может, но каждый, и мужчина в том числе. Ну, вообще, вы, когда думаете о мужчинах, вы же все представляете мужчин таких, ну, хороших примеров, правильно? То есть вы же не всяким мужчиной бы хотели бы быть. Есть такие, что… И у мужчин та же есть борьба, просто чтобы вы понимали. Я точно так же не смогу вот этого, вот этого, вот этого, что я очень ценю, но у меня этого никогда не будет. Потому что Бог меня по-другому повел в жизни, и я переживал свой кризис призвания определенный. Почему? Я бы хотел бы и вот то, и вот все, и денег много зарабатывать и так далее. Поэтому… Ну, я просто этот момент хотел сказать. Я бы не сказал, не быть лидером – это расплата за грехопадение. Я думаю, что здесь важно увидеть драгоценность разных ролей. Это нам сложно. Ну, объективно нам это сложно, мы все с этим боремся. Мир на нас влияет. И наше сердце. Поэтому смириться, принять свою роль – это не… По большому счету это не унизится. Смирение – это не совсем унижение. Смирение – это просто стать способным, спокойно и свободно принять драгоценную реальность. Вот я не там кто-то, не такой популярный, как Илон Маск и SpaceX я не изобрету, и компанию такую не построю, у меня другой путь на Земле. И вообще Илона Масков, там, ну, несколько подобных людей на Земле. А все миллиарды людей не такие. У них просто другой путь, они исполняют другую миссию, они перед Богом ходят и так далее. Ну, то есть, и тогда это смирение такое более приятное, я бы сказал. Когда ты увидишь драгоценность… Ну, это такие просто размышления, ты все правильно ответил, а я просто хотел это добавить, пастор Вероника. Еще боли руки. Для меня было великим таким, мабуть, отбадеранным открытием, чего требует подкоряться. Это тяжко, и всякие такие штуки, что женщина, когда подкоряется, это плохо. И в Библий Прородце приклад того, как церковь с Христом, ну, что церковь подкоряется, а церковь тоже, как грешные люди, и там тяжко, не завжди тоже и подкоряется. Для меня был такой, ну, как приклад, был гарный, но в жизни не такой действий. Но когда я подумала про отношения в третьем, типа, что Иисус, он подкоряется Богом. И целью меня было, вот прям, то, что помогло, мабуть, принятие, потому что Иисус прославился в том, что он подкоряется Богу. И, типа, это была его прям роль. Вот это его роль, это были разные роли, батько, сын, и он подкоряется. И я такая, вау, это роль, ну, для меня это было тоже тоже, что помогло, мабуть. Да, я думаю, что это очень важный момент. Иисус сыграл колоссальную роль, в каком-то смысле, хочется сказать, более важную, чем Отец и Дух Святой, но это некорректно богословски. Ну, по-человечески я так воспринимаю, он за меня умер. Ну, это чисто человеческое рассуждение. И он даже очень ярко подчеркивает, я ничего не делаю, кроме того, что мне скажет Отец, я ничего не говорю, кроме того, что мне скажет Отец. Мой смысл — исполнить волю пославшего меня, не моя воля, а твоя, да будет. Таких фраз, причем в кризисные моменты его жизни, ну, и на крест он пошел только из этого. Он просто покорился Отцу, и он прославлен, и Дух Святой сейчас его прославляет, и Дух Святой сейчас очень скромно, он служит, не себя прославляет, а Христа прославляет. И мы иногда как-то так, вот по-человечески, ну, как бы, как-то жалко Духа Святого, что-то мы все унижаем, но на самом деле Христа прославляем, когда? Да, то тогда это то, что Дух Святой очень хорошо. Он это делает на земле. И это просто потрясающий пример. Здесь никакого унижения, никакой никчемности, ненужности, второсортности. Тут просто божественная, великая слава в подчинении и служении. А, кстати, сейчас написано, Отец сказал Сыну, сядь, одеснуй меня, доколе я положу врагов под ножи ног твоих. То есть Иисус сидит на троне, у Него есть подножие, на котором стоят ноги царя, он сидит, Отец говорит, я пошел заниматься задачами, я буду покорять народы перед тобой. То есть сын как бы не трудится, а отец трудится, чтобы прославлен был сын. И вот это взаимодействие потрясающе. Классный пример. Я хотела тоже непросто быть девушкой. Я объясню почему, потому что есть понимание тоже определенной карьеры, которая уже поднималась. И, допустим, когда парень строит карьеру, у него есть дома жена, которая ему приготовит, постирает, уберет дома, и все это сделает. Когда даже уже женщина строит карьеру, у нее даже от себя есть ожидание, что сейчас она придет домой, будет убирать, стирать, готовить. И это меняет картину вообще жизни. У меня просто, насколько меня это тронуло, меня недавно с работы, главный HR, директор, сильная женщина, она уволилась. Из-за чего? Потому что она поняла, что где-то она не может это тянуть. Она очень сильная в карьере, на уровне одни мужчины, директора, и она одна женщина. Она приезжает домой, и она должна убрать, постирать, с ребенком уроки поделать, и просто не вывезла. И этот мой такой диссонанс, он до сих пор с ним остался. Как найти эту золотую середину, чтобы, не знаю, чтобы как бы и карьера была, ну и как эти обязанности совмещать. Ну не знаю. Да, спасибо. Тут не ответ, тут просто вопрос. Да, супер. Это классно. Это классно. Хорошо, давайте, наверное, я еще несколько моментов скажу. Я видел, что не все, кто подняли руки, высказались. Но нам нужно закругляться, до девяти мы, правильно? Здесь. Или я уже перебрал время. Закругляемся. Аминь. Как решать? Просто несколько моментов добавлю. Первое. Ну первое, это осознать, что кризис какой-то есть. Может быть, он не звучит так, я не хочу быть женщиной, а хочу быть мужчиной. Это очень, я же сказал, это я грубо добавлю. То есть он может быть более, как-то так сформулирован, более корректно, более мягко. Но это важно заметить. Что вот то, что я женщина, и это есть какой-то в этом нюанс, такой вот как бы чуть ли не минус или какая-то незащищенность, какая-то проблематика. Это нужно в себе заметить, когда это срабатывает. Это первое. Второе. Потому что там есть рана, и там должно быть исцеление в том месте, когда я замечу. Второй момент. Нужно принять силу женственности, я бы сказал. Я думаю, что мы очарованы силой лидерства, властности, контроля, потому что мир так учит. Ну и по-человечески это очень очевидно. Взял в свои руки и сделал. Не хочется зависеть от Бога, не хочется зависеть от каких-то обстоятельств людей и так далее. Хочется самому контролировать, хочется быть самодостаточным. Это претензия на божество, оно во всех людях есть. А Бог как раз учит нас зависимости от Него, такому характеру и так далее. Поэтому нужно принять силу женственности и не так сильно увлекаться силой мужественности. Нужно разглядеть драгоценность женского влияния. Я скажу, что в моей жизни это произошло, у меня был один момент, когда у меня просто было такое откровение. Вот просто Бог мне открыл глаза, и потом у меня оно развивалось и развивается до сих пор, когда я могу замечать какие-то моменты, которые просто не замечал раньше. Очень важно это заметить. Очень важно заметить силу там мужественности, прекрасные вещи, и силу женственности. То есть и это маленькие какие-то вещи. Дело в том, что женственность проявляется не в таком доминировании. Оно не такое вот бабах, и все сразу это заметили, все обратили внимание. Кто-то там кричит, так, окей, мы там пойдем вот туда, потом туда, и женщине так надо не забыть взять сумку, воду, и вот возьми там один теплую одежду. То есть все смотрят туда, он там куда-то ведет, но дойдем мы туда или нет, конечно, определяет лидер, но это не совсем так. Его роль важная, но вот такие маленькие моменты, они не маленькие, они создают потрясающую атмосферу. Они жизнью наполняют весь процесс, они защищают души. Это нужно увидеть. Это очень важно. Потому я вам рекомендую начать такой процесс как бы исследования, может быть завести какую-то там нотатку, в которую будете записывать одно, второе, третье, и просто подмечать эти вот особенные вещи. Это поможет ценить роль женщин. Мне это помогает ценить сестер церкви, уважать их, ценить свою жену, ценить ее роль, не считать, что то, что я делаю, это важно, то, что я бы и без нее это сделал. Это мне помогает хвалить ее при детях, это мне помогает ценить. У меня дочка растет, сын по-разному, разные какие-то, ну, божий замысел. Это очень помогает. Поэтому этим нужно заниматься. Следующий момент. Наверное, самый главный. Нужно углубить свою идентичность во Христе. Не в своем, какой у меня там пол, мужской или женский. Не в той роли, я там лидер или помощник. Мужчины же тоже много где помощники. То есть это общечеловеческая как бы такая тенденция. Никто всего не достиг. Илон Маск там много всего изобрел и развелся. И он сидит и думает, вот бы я хотел классную семью иметь, чтобы у меня была хорошая жена, чтобы я с детьми жил в одном доме, а не приезжал, их видел иногда и так далее. Все думают, да ну он счастливый человек, знаменитый, богатый, занимается интересным делом. Это, ну, это же иллюзия, это не так. У него есть своя борьба. Поэтому нужно углубить идентичность во Христе. Как-то моя жена, у нее был такой период, когда она думала, я дочь небесного царя. Я принадлежу ему. Слушала некоторые песни на эту тему, размышляла. И видно было, как она меняется. То есть мне не нужно быть каким-то там вот здесь вот там главным или все тут контролировать, или там быть обязательно защищенным. У меня более значимая роль. Я дочь царя, я принадлежу Господу. Он умер за меня. Очень много текстов на эту тему. Я когда-то для себя изучал, потому что у меня был свой кризис. Я изучал много текстов. У меня были целые списки. Там вы свет миру, вы соль земли, друзья Бога, спасенные. Будете вот очень много. Мы в миссии Бога. То есть когда мы на это смотрим, тогда наша идентичность строится не от того, там какая у меня сегодня фигура, или там соответствую я системе красоты, или там достиг я какого-то успеха, или сколько у меня денег, или вот от этого не зависит. И если меня кто-то задевает и не ценит, и унижает, меня это не задевает. Ну это приблизительно у тебя немодные джинсы. А я думаю, ну какая мне разница. Я сын царя в вечности. Я спасен Христом. Я могу быть в его миссии. Я могу быть пастром. Я могу быть вообще не пастром. Какая мне разница. У меня всегда остается возможность быть причастным к великому божьему делу. Я могу сидеть в тюрьме. Я могу молиться просто за людей, которых я помню. Даже в одиночной камере. Или там светить. То есть можно много всего потерять, и твоя жизнь не становится бестолковой. Но если ее измерять внешними показателями, то она становится бестолковой. И тогда все крутые, это там в Инстаграме блогерши. Вот у них вот все круто. Они, к сожалению, не снимают обычно проблемную часть своей жизни. Они даже ее, когда снимают, то ты им завидуешь. То есть они рассказали о проблемах, но ты сидишь, сесть и плакать просто как бы. И вот в этом она победила. Ну то есть как бы во всем. Поэтому это популярно, кстати говоря. Потому что женщины тянутся. Я хочу тоже быть такой, а она какая? У нее нет кризиса. У нее все хорошо, успешная, классная жизнь. Занимается интересным делом. Стильная. Дети у нее все стильные. Они все там занимаются теннисом, боксом. Английский, французский учат. И вот я ничего не успеваю. Как вообще такое может быть? Надо мужа менять. Это я ей, наверное, все муж обеспечил. Или в бизнесом заниматься. То есть нужно углубить идентичность во Христе. Тогда нас это не задевает. Мужчина как-то со мной так обошелся. Ну окей, это его проблема. Ну это реально, это правда просто. Например, у мужчин есть тоже своя соревновательность. Там подрезал тебя кто-то на дороге, что-то тебе показал. Ты либо можешь, «Ах, ты такой сякой, сейчас я, короче, тебя догоню, я тебя подрежу, я тебя на место поставлю, я тебя унижу, чтобы быть выше». Или ты можешь пожалеть этого человека. То есть ты его не заметил, он напрягся, у меня такие ситуации. Я просто не пропустил, я его не видел. Он объезжает, подрезает, все. И мне просто, я помолюсь за него, когда я во Христе защищен. Когда я не защищен, я должен защитить себя сам, унизив его. Поэтому углубить идентичность во Христе. Следующий момент, четвертый. Нужно осознать драгоценность, влияние в семье и реализовывать это. Вот как сестра сказала. Нужно заметить, что вкладываться в личность детей, создавать семейный очаг, хранить его, вот эти отношения, это невероятная роль. Невероятная роль. И нужно, славу этой роли нужно увидеть. Сейчас это сильно разрушено. Я где-то записывал такое даже видео, что там 10 каких-то замечательных вещей о браке, потому что даже как-то брак не ценится уже так. Брак это обременение, у меня карьера поломается, еще забеременеешь, вообще все рухнет. Дети это тоже. Сейчас уже целое движение, child free, то есть без детей, там жить для себя. Америка наполнена семьями, в которых нет детей, есть собаки. То есть там собаки важнее детей, очень часто так выглядит. Потому что у всех там свои пецы эти и все остальное. Потому что это как бы обременение. Нужно увидеть славу этой роли и этого служения. Когда мы это не видим, то это как бы все как-то все очень плохо. Нужно увидеть эту драгоценность. И первое послание Тимофея во второй главе написано «Впрочем, спасется через чадородие, деторождение». Часто думают, что все спасаются кровью Христа, а женщины, они должны детей много родить, чтобы спастись. Ну, это неправильное толкование. Спасется ее влиятельность, ее идентичность, ее значимость. Она спасается очень ясно в чадородии, в благословенном, скажем, чадородии и воспитании детей. Потому что дальше написано «Если пребудет в вере и любви, и святости с целым удрением». То есть если она растет во Христе, то она воспитывает детей так, что и муж, и дети, притча 31 глава, прославляют ее у ворот. Они будут ее просто славить, что будут видеть ее такое влияние. Нужно это разглядеть. Это просто нужно отдельный семинар делать, вот час, и спокойно много пунктов перечислять, в чем здесь слава вкладываться в детей, в чем тут драгоценность. Скажу так, что я периодически завидую своей жене в этом вопросе. Мне бы хотелось быть ближе к детям, мне бы хотелось иметь вот тут для них такое значение, мне бы хотелось, чтобы они меня видели таким же добрым, как они видят ее. Я все время говорю, вы как бы не понимаете, я намного добрее, чем вы обо мне думаете, я лучше. Но очень часто так, ну, я ей завидую, я в этом смысле яркий пример, когда там погибают, то кричат мама, а папу не вспоминают даже. Когда им трудно, когда им нужно пережить трудный момент, пойти с кем-то поделиться, открыть свое сердце, чаще всего это мама. Это не всегда так, но обобщенно это, это более женщины. Они как имеют такое отмычку от сердца. Они могут так вот, с ними можно поделиться, и они тебе сразу не начнут решать все твои проблемы. Мужчины, они, ну, думают, что смысл, если ты плачешь, тебе плохо, да, чтобы тебе не было плохо, нужно решить твою проблему. Вот ты плачешь, мне рассказываешь, давай решать. Как бы женщина говорит, я просто хотела поделиться. Смысл? Какой в этом смысл, просто поделиться? У тебя есть проблема, давай мы ее решим. И это как, ну, и мужчины часто начинают решать и теряют эту связь сердечно. Пятая парочка моментов осталось. Нужно принять несправедливость, которая царит в этом мире. Мы живем в мире пораженным грехом, и здесь есть разная несправедливость. Люди сидят в тюрьмах за преступления, которые не совершали. У меня есть знакомые. Просто потому, что кто-то заплатил деньги. И они сидят в тюрьме много лет. Их жизнь ломается, можно сказать. Если они без Христа, ломается жизнь. Вот точно так же мир наполнен мужчинами, которые не очень ценят женщин. И они не понимают их роль и значимость, и они очень примитивно мыслят. Мир и женщинами наполнен, которые ниже плинтуса ставят мужчин и себя. Это просто вот, это есть. Лучше не быть зависимым от того, как там начисляются зарплаты и так далее. Это просто реальные последствия грехопадения. Это нужно принять. Это данность. В Царстве Небесном, ну или в Тысячелетнем Царстве, так не будет. Любое последствие греха будет уничтожено. До этого времени мы все переживаем последствия греха. Шестое. Всего семь. Нужно осознать, что мужчины тоже переживают кризис идентичности. Это может помочь. Не нужно думать, что у мужчин все так прекрасно и у них просто другая борьба, она по-другому выражена. Тоже отдельная тема. И когда мы поймем, что все борются, нам чуть легче будет. И седьмое, последнее. А, это я записал со слов. Выяснить драгоценность миссии, в которой ты помощница. Задать вопросы. Ну, если есть муж мужу, там, что мы там делаем. Ну, я стараюсь своей жене часто рассказывать о служении, чтобы она понимала, в чем она участвует, в чем она служит, и без ее поддержки это невозможно. И последнее. Я уже сказал, что я завидую своей жене. У меня есть список, в чем, ну, думаю, по-хорошему я завидую женщину. Несколько вещей я уже назвал, да, то, что есть такая связь, сердец, ты тот, ну, сестра, ну, или женщина, это так, которые быстрее пойдут, чем к мужчине, ну, открыть свое сердце. Обобщенно, если говорить, есть разные женщины и мужчины. А тебе вспомнят, когда трудно, твою доброту больше видят, ценят, скорее скажут, что ты любила и поддерживала, и заботилась, чем про папу такое скажут. женщины создают атмосферу тепла, уюта и доброты. Я, меня чуть больше года назад обличили, что я какой-то, ну, такой, что ли, строгий или как бы не очень чувствительный. И я год дую на холодное. Я просто с кем-то поговорю, потом думаю, может быть, я сейчас строго прозвучал, потому что я как бы не имел в виду строго, но, наверное, это прозвучало, я не заметил, и я уже уже как бы такую как бы уверенность теряю. Бывает, я 10 раз переспрошу, потому что я не хочу быть таким, как бы. Но во многих этих вещах женщины естественно мягче. Просто это естественно возникает. В сравнении мужчин и женщин у вас огромное преимущество. Я бы хотел быть таким улыбчивым, дружелюбным, открытым своим лицом, даже самые хмурые женщины, они намного радостнее и такие вот, чем хмурые мужчины. Там просто очень все тяжело. У женщин на лице много такой теплоты, доброты, она создает атмосферу. Это реально круто, это преимущество. Я всю жизнь стараюсь расти в любви и понимаю, что мой рост в любви, он все равно под таким бременем и греха, и под бременем мужественность. Потому что ты так не можешь, то есть нужно очень сосредоточенно проявлять любовь, что если только расслабился, ты уже стал какой-то такой жесткий. Просто ты забыл, что нужно сейчас быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова